вот эта красота привет ребята привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег в предыдущей программе мы с вами выбирали щенка хаски то есть был такой небольшой сюжет и я вот анонсировал то что покажу небольшую передачу во время того как мы выбирали это был такой небольшой питомник у нас состоялся с небольшой такой предварительный разговор с владельцем этого питомника николаем где он нам немного рассказал о породе хаски то есть в каких условиях ее лучше содержать что из себя представляет собака что она любит какой у нее характер представляю вашему вниманию но заранее анонсирую что на следующей неделе на следующей неделе мы я договорился о встрече у нас кемерово есть большой питомник называется хаски лэнд и значит уже непосредственно мы приедем в питомник нам покажут собачек расскажут о них полностью все подробно кого интересует хаски смотрите следующую передачу спасибо николай а можете сказать что нибудь вот вообще вот чем порода вот чем хаски отличается там от всех остальных вот именно отличительные особенности как собаки вот по отношению дружелюбности давайте так сделаем и встаньте здесь на фоне дружелюбность дружелюбность собак это первое общение с детьми очень с детьми общаются то есть по отношению человека никакой агрессии вообще человек это друг вообще вот мы не замечали никогда подходите вот я говорю же мы в хаски лэнд заводим в вольер человека все мы сами туда не заходим вот а мы заходим вот в вольер заводим людей в вольер и люди сами общаются мы видим просто когда заходите выключаете страх вообще собаки не любят когда человек боится ну да вот это внутреннее передается адреналин человек вырабатывает собаки это очень чувствует вы заходите все вы отключили страх все собаки работают на вас мы люди отправляем вот катаем да двойку там тройку запрягаем четверку посторонние люди приезжают вообще никакого отношения к этому не имеют расскажите а вот по отношению к животным кошки голуби ну как кошку ну нет конечно это кошка и собака это вечная проблема мой гоняет если они вместе растут вот у нас который мы видели что нормально нет она нормально она с ними росла вот собаками и сочинками все она их знает но у нее сейчас маленькая котенок все она не признает все она все растло она забыла ну а так думаю гоняет кошку не с тем смыслом чтобы укусить или навредить а только для того чтобы поиграться только для этого играется а кошка это как это как игровой или охотничий все-таки у него рефлекс идет но рефлекс есть да ну вот это сама наши принципе вот нас собаку брали двое или трое набрали для охоты идет я знаю что лайка вот лайка она идет она к охотничьи а говорят хаски только ездовая собака на что я например не согласен а это может быть охотничьи собака приезжаем мы в лес приезжаем мы в лес отпускаем собак первое что они делают они начинают охоту искать охотятся все они начинают норы искать ну а вот такой вопрос они роют до такой степени они роют и летом у нас летом они вообще но вот смотрите такой вопрос предназначение лайки почему она собственно и называется лайка это облаивать хаски же не лает нет хаски лают но не так конечно в таком поняли понятие что собака она есть то есть подвывающий звук она издает не конкретный лайк это милая прям лая до лают а то что воет но они как поют поют да потом продемонстрирую там телефоне записано в принципе можно могу привести не обои скажите содержание то есть в содержании в принципе для квартирный вариант как вы относитесь к квартирному содержанию конечно противники этого я вообще противник того чтобы собак держали в квартире маленьких декоративных да они для этого и предназначены в квартире но это собака она большая собака но шерсть у нее видите какая шерсть все равно когда момент линьки вас квартире будет это что-то это чисто из-за хозяина или из-за собаки собаки как бы вы не ухаживали все равно невозможно шерсть убрать не ну подождите вот смотрите вольер он например намного меньше по размеру нежели вот именно к вот квартира даже однокомнатные взять который собака может гулять вы может быть все таки вот температурный какой-то фактор влияет температура фактор влияет на величину волосяного покрова на собаки когда собака вольерная уличного содержания или ультнут ну просто вольерная будем говорить до уличное содержание у нее как тройной подшерсток увидели завели его у него вот она вот шерсть если его от облить не будет не будет не будет такой у него 6 вот такая и когда мы приезжаем на выставке когда мы приезжаем на выставке сразу говорим это домашние песики видно уже слода потому что стоят мы на никогда на выставках не пользуемся не пенками ничего я вот собаку вымыл я ее пришел начесал прочесал все собаку представляю квартирные все они пенку, они поднимают ей ост, чтобы она хоть немножко пушистая была, потому что там нету вот этого подпушка, потому что собака живет в тепле. Ну то есть вот именно квартирное и неквартирное, оно представляет именно уровень вот этой шлости. Ну ладно, вот давайте мы опустим сейчас вот это вот, чисто вот в квартире, именно если не касаться волосяного покрова, вот ваши отношения именно почему она не может находиться. Смотрите, в квартире у вас стоит мебель, у вас стоит это уберите собака. Что делает собака? Собака обычно грызет. Ладно, когда вы дома, вы собаке говорите нельзя нельзя нельзя, нельзя-нельзя. Вы говорите больше пространства, меньше пространство. У неё определенное пространство, которое вы ей разрешаете, которое можно. А в основном пространство нельзя, в спальню нельзя, на кухне нельзя в вольере вот вы видели да она вроде бы небольшая клетка но у нее еще там 6 квадратных метров на улицу они зашли здесь они вышли туда но днем мы их два раза на день утром вечером вот они у нас во дворе там 30 квадратов они там бегать по они там бегут даму туда выводим они там все вместе они бегают то есть это вот чисто из-за внутренней свободы конечно конечно в квартире все равно нельзя то есть хаски вот давайте сейчас я подытожу немножечко значит ситуация такая во-первых квартирное содержание очень сильно влияет на вот именно температурный этот режим и на подшерсток это первое второе ограничение свободы в виде всяких запретов да вот и в хаски все-таки все-таки вот мне кажется вот рабочие моменты когда вы забираете наверное все таки с вольера собаку которая ждет вашего выхода да и к вас собаку которая живет квартире которая вот но сиюминутно находится посреди с вами то есть у нее нет вот этого рабочего настроя этого да у нас собаки у нас собаки масса я одеваю но это обычно камуфляж одеваю на природу вот едем то есть вы акцентируете маркируете вы это что-то для собаки уже значит они уже не то что видят они уже чувствуют я выхожу вот в этой одежде у них чувство развита очень и они сразу уже там творится что-то невероятное они сразу чувствуют все собаки вот так вот по клетке ходят вот все они рвутся они уже ждут когда им откроют машину они в машину запрыгали запрыгнули поехали это очень важный кстати момент а вот скажите пожалуйста николай вот вот выполнение служебных команд стоит и ждать от хаски каких-то вот то есть она будет выполнять будет выпал если вы приучите она будет выполнять мы не учим этому в силу того что допустим если мы едем на выставку команда сидеть у служебных собаководства существует служебных собаководства именно вот выставочная команда сидеть нету если у вас собака на ринге села вас снимают с ринга это очень важно кстати да все это вот эта команда она отсутствует рядом он будет идти у меня рядом идти сидеть там ну а вот этот вот этот вот 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 рефлекс тянуть все-таки собака ездовая это рефлекс у тех собак у которых родители родители в ездовом спорте да вот у них есть у них это внутри как-то да вот у нас есть сука вот и есть сука да серая вот там вот в вольере сидела она вообще от производителей выставочных мы ее брали для племя она выставочная мы ее очень долго мы ее два года ставили в упряжку эти щенки вот они в 7 месяцев они будут бежать рядом они будут бежать рядом все они уже знают они уже это самое вот наш кабель он 6 месяцев мы его попробовали поставить упряжку и он пошел пошел сразу да и он пошел и не последним номером у нас президент федерации удивилась гейтс мари ну 66 половина месяцев он говорит первому чуть ли не первым номером старается пойти есть внутри подсознательно собака услуга лекс у него приезжаем начинаем одевать шлейку это вот ну как на вот по поводу по поводу вольности еще вот очень много мнений бытует по поводу того что все-таки вот лайки хаски они склонны к домашним побегом так как вы считаете самые собаки которые которые это сводолюбивые собаки очень то есть лайку отпускают ну вроде бы она как охотничая все вот это вот эти собаки они тоже но если они на севере воспитываются их никто никогда не привязывал да но редко и кто когда привязывает там уже когда метель там это чтобы собаки вот куда-то не унесло вот их и цены либо где-то в пути на знака вот делают стейкаут и привязывают собаку не знакомая местность собака может идти назад ну то есть смотрите вот если все-таки человек решил завести в квартире собаку то это все-таки стоит гулять мало того что по закону положено на 100 поводки гугли то тут у сказки нужно в два раза больше на поводке гулять мы всегда рекомендуем если у вас нету вольера купите рулеточку сейчас рулеточкой вот эти вот есть детьму метров метров 15-20 вот она есть вот купите рулеточку пока вы не будете уверены в принципе они все собаки у служебного собаководства собаки они более привязаны к человеку этих собак вот пока вы не будете уверены что вот она идет до рядом вот этот поводок опустили он болтается да вы говорите рядом и он идет он же не только на 8 он просто идет вот тогда вы уже можете отпустить он побегал пришел где-то к лесу вы пришли мы приучаем ну вот полтора мы приучаем потому что но еще собака ребята собака очень дорогая дорогие собаки а по поводу вот скажите рациона вы вот рекомендуете натуральное кормление или все-таки готовые корма посредством ребята все это посредством если вы можете покупать мясо мясо рыбу ради бога кормите мясом рыбы если вы этого не можете то смешанное питание но мы мы вот ну так щенков мы еще кашами кормим потому что до двух месяцев до двух месяцев до двух и два и два даже примерно кормов для щенков в принципе нету да и никто еще не придумал лучше чем натуральное кормление и просто напросто мы варим тем более растущим организм кашу на мясном корм вводим усмешанный какой-то мясо обязательно творог обязательно морковка яблоки еще на свете 3 яблоки так едят взрослые морковку также едят и морковку едят все это они все но нельзя злоупотреблять морковкой морковка красит шерсть содержание кератина она передается раз в неделю допустимо если каждый день вроде бы для витаминов у вас шерсть будет морковного цвета рыжего да ну рыжей мы заметили да собственно просто я заметил что вот мой хаски я покупал большую морковь по моему дам он во первых это для него является как игрушка он ее грызет во вторых он ее и ест еще вот а потом я заметил что у него сзади под коленками начали сзади под коленками нет рыжие пятна пошли какие-то беля я не показал же у него тоже у него прародители были рыжие вот у нас папа самая дедушка вот этого щенка он рыжий этот шоколадный как называется рыжий именно ну как он ну как вам сказать ну я даже не знаю какого цвета но он рыжий мы считаем что но вот мы знаем шоколадный хаски есть да а это рыжий прям цвет ну ну как ну может не то что рыжий но коричневый коричневый но нет не совсем шоколадный но коричневый цвет то есть это прорезался рецессивный ген есть диалоги и такое понятие я просто начал переживать что у него сзади он вроде черно-белый вот эти вот да а сзади вот эти вот места да они рыжие рыжие начали вот до моему щенку полгода это тоже как-то влияет получается что вот в это время вода вроде все нормализуется то есть когда весна и когда у девок течка вот у него вот такой вот вещь ну как вы видели же птицы да 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 вот при успаривании все брачный наряд то же самое вот у него него борта рыжие вот местами вот так вот и на щеках вот здесь а потом это пропадает все это потом серое спасибо большое николай мы с вами договорились да я на я надеюсь что у нас это не последняя встреча будет с вами что мы встретимся обязательно в хаски лэнди когда мы я обязательным наши зрители обязательно просто хотят посетить посмотреть конечно это очень интересно спасибо вам большое за просто конструктивный разговор спасибо за ваши рассказ о этих собачках с вами был канал я и мой хвост я его ведущий олег владелец питомника николай как потом не называется лорд оф сноу лорд оф сноу запомнил это ну и соответственно мой друг максим привет всем ребята хаски это не собака это состояние души потому что именно хаски имеет большинство различий а нежели взять породы если мы возьмем например лайку овчарку и сравним его с пуделем или с дуберманом то хаски имеет очень много своих отличий а еще хаски разговаривает заслужите доверие и уважение у вас все получится спасибо